Элитный экономический или попросту ВИП-отдел. Именно так не совсем в простонародье называют 4-й отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по республике Татарстан. Экономический, потому что расследуют преступления в сфере экономики. И не просто так большинство его сотрудников имеют второе высшее образование экономическое ВИП, поскольку подследственные проходят соответствующие. Стоит только вспомнить дело главы Татфонбанка Роберта Мусина, который, впрочем, еще мало кто успел забыть. Где наши деньги? Люди нам наши деньги! Только на прошлой неделе Мусина приговорили к 12 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями, которое обошлось колоссальными финансовыми потерями для вкладчиков, в частности, государства в целом. Немного, немало в 23 миллиарда рублей. На рову, пожалуйста. Отоверьте, пожалуйста. От двери отойдите. Последнее на данный момент громкое расследование следователей экономистов 4-го особого отдела – дело руководителя Фонда социального страхования Павла Лоханова, Коева задержали с поличным при получении, так сказать, вознаграждения в виде почти 2,5 миллионов рублей. Окончание расследования, главный по памперсам и инвалидным коляскам, будет дожидаться в СИЗО. Здесь нельзя не отметить, что между Мусином и Лохановым свободно помещаются и дела чиновников МЧС, и Спортбанка, и рухнувшие Финника, и много чего еще. Злоупотребление полномочиями, мошенничество в крупном размере, хищение бюджетных средств, кто миллионами, а кто миллиардами. Неудивительно, что после ограбления появилась информация, что в сейфе хранились секретные документы, материалы уголовного дела на очередного крупного бизнес-чиновника. И именно они, а никак не деньги, вещественное доказательство в сумме 15 миллионов рублей, интересовали налетчиков. Информация официального подтверждения не нашла. Проникнув в здание одного из подразделений следственного управления, похитили оттуда сейф, в котором находилось более 14 миллионов 600 тысяч рублей. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной в особо крупном размере. Так или иначе, расследование уголовного дела продолжается, и это расследование уже поставлено на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета. Без сомнения, в этом деле больше вопросов, чем ответов. Впрочем, ответов вроде как и вовсе пока нет никаких. Люди в центре города в масках без сомнения знали, куда шли, какие камеры и где нужно обезвредить, в какой кабинет и как пробраться, что брать из сейфа, кажется, тоже знали. И это уж точно никак не случайные воришки, которые решили поживиться, чем придется и где придется, пока никто не видит. Ограбление отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета республики называют нонсенсом. Причем нонсенс – самое слабое и безэмоциональное слово, которым характеризуют происшествия сегодня. Мария Молочникова, Максим Зуйков, Телеканал, эфир.